У нас настолько приводят, что он говорит вам по-английски, что с трудом перехожу на дорогу. Спасибо. Уважаемые коллеги, только что совершилась встреча министров по телекоммуникациям, связанных с их агентством экономического сообщества. И это были два дня напряжённые работы, в ходе которых мы отменялись мнениями на более актуальные вопросы. Наша казница зафиксировала в другом документе, который мы утвердили часто завтра. Он уже получил название Санкт-Петербургской декларации, и он охватывает целый ряд ключевых направлений. Вот этот документ, как раз у меня другая, он будет потоке направлен на это оборудование мероприятия. АТСУ вводит в основу целых 37 пунктов, и они касаются таких понятных общих тем, как развитие информационных технологий для обеспечения нового экономического роста, усиление социально-экономических активностей через использование информационных технологий, продвижение безопасной доверенной среды для работы с помощью информационных технологий, развития экономической интеграции между различными регионами АТСУ и усиление сотрудничества в самом секторе информационных технологий. Несмотря на то, что эта декларация носит достаточно общий характер, за каждого из пунктов скрыт глубокий смысл, и по каждому из них предстоит очень напряженная работа. В рамках рабочей группы, в том числе обсуждались и конкретные сроки достижения целей техники и результатов. Это очень важно, потому что гармоничное развитие информационных технологий во всех странах участия АТСУ позволит нам добиться правильных данных развития для тех направлений, которые мы наконец-то уже говорили. Это и огромная конверция, и распространенная полоска мостового, и создание единой среды безопасной доверенности для того, чтобы такое информационное взаимодействие происходило. Все участники встречи разделяют мнение, что информационные технологии сегодня относятся таким же важнейшим элементом инфраструктуры, как и дороги, мосты, социально значимые, объекты социально значимой инфраструктуры. И для нас было важно согласовать наши общие подходы. Оцениваю встречу как крайне позитивную и наполненную содержанию, в том числе благодаря усторонних встречам, которые мы проводили здесь, наступающих в 10 минут. То есть, эту возможность проведения такого вопроса, участия в таком мероприятии, можно в том числе оценить с точки зрения восстановления хороших деловых, рабочих отношений, как представителей всех экономик АДС. Мы тоже были очень интересны встречи с нашими коллегами из Соединенных Штатов Америки, Китая и ОНИ и других стран. И наметили программы совместных визитов, совместных мероприятий, отмену опытом и, так сказать, предоспоряемых. Планируем активно реализовывать эти начинания в ближайшие два года. Мы не хотим приобрести проработку, чтобы необретать все. Мы же время приобрели, я не говорю о том, чтобы все уничтожили. Принесение продолжения. Принесение продолжения. Здравствуйте! Принесение продолжения. Эта встреча на кончикMAN АПЛАВА. Какая связь с ГОРАВ? Вопрос также, господин Никитин, как бы не договорил. Поскольку Вы сами только что упомянули, что декларация носит достаточно общий характер, а частью ее является, тем не менее, стратегический план развития КТА до 2015 года, Не могли бы, вкратце, обозначить, какие конкретные шаги предстоятельные принять в России в рамках декларации, возникли? Спасибо. Если конкретные шаги будут идти к тем четвертым проблемам, которые я уже разлучил, могу еще обозначить приоритет, что развитие шагового доступа в России сегодня является, пожалуй, наиболее значимым способом отношениям. И именно, в частности, уже к концу августа мы планируем вас научить конкретно показательные результаты, по которым будет выгодна наша страна в 2018 году. В 2018 году связано лишь с тем, что это время для очередного политического цикла, в этом время, совершать работу в текущуюся дорогу правительства Российской Федерации. Поэтому, если будем показательный результат в 2018 году. Вы слышали, что мои коллеги уже говорили о двух важных датах, которые, неоднократно, обозначаются в документах адресов. Это развитие широкополосного доступа в 2012 году и, так сказать, обеспечение должного качества и скорости в 2020 году. Мы также планируем, что планы России будут соответствовать тем планам, которые мы получили здесь. Тоже, я повторю, что эта встреча очень важна с точки зрения синхронизации наших целей с целью коллег из такого важнейшего региона, как хозяйственная техника и африкотическое сообщество. По сути, речь идёт о половине мировой экономики, о половине населения, и очень важно, чтобы это развитие происходило догмунизированным проектом. Кроме того, мы действительно хотим большого внимания вопрос безопасности. Мы считаем, что в этом проводится большой потенциал и большой рост, и в том числе входит в сторонние встречи. Узнамители целый ряд инициатив, связанных с заявленным признанием. Возможно, даже создание новых структур организаций, которые позволят регулировать подобные вопросы. Это связано с тем, что, с одной стороны, у каждого государства есть те присутствующие законодательства, которые действуют на географическом, административном территории этого государства. С другой стороны, если мы прекрасно понимаем, что это информационно-техновение интернета и другие коллеги, которые мы не можем предоставить. Поэтому преодолеть данную вопросу и новые вызовы, современные выборы, можно только с Сашей. Так, какой еще? Продолжение следует...